Северный полюс 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 Научное судно не только помогает в исследованиях, но и создает комфортные условия для проживания. Теперь городок на льду необходим только для проб. Живут полярники на платформе. Каждый сегодня экспедиция жила в ротерийной каюте. У каждого была дирекциональная пространство, что очень важно. В таких людей на экспедициях душевая кабина на каюте, санудил, там практически наработал на все ежесутки, что заблудал, возможность просмотра видеопрограмм, кинофильма. Кто хотел, мог бы не ванной экзаменации, а кто хотел, прохлевизировали, люди собирались, там по интересам, какие-то смотрели. Участие в такой возродившейся арктической экспедиции – большая честь для ученых. Это прекрасная возможность получать оперативные и актуальные данные о природе региона, исследовать океанологию и биологию моря, отслеживать динамику изменения льдов и магнитных полей планеты. Но кроме того, это и шанс поближе познакомиться с северной фауной. Встречи с белыми медведями, ну как встречи, мы их видели. Когда белые медведи появлялись в лагере, мы поднимались на борт, поэтому мы с ними лично, конечно, и это очень хорошо не встречались, но вот это было очень часто, к нам медведи порядка 30 раз приходили за все это время. Ну, они не сильно портили на оборудовании, сломать какую-нибудь вешку, там что-нибудь такое. Уже интересно тоже, что это мы тут понаставили на льду и что тут вообще такое. Впереди ученых исследования полученных проб, кроме того, будет проведен анализ и самой экспедиции. Тандем судно и ледовый лагерь был отработан впервые. Теперь такая модель станет привычной. Ледостойкая платформа показала себя как уникальная отечественная разработка, которая уже в сентябре отправится в новое арктическое путешествие. Впереди Северный полюс 42. Катерина Семина и Иван Яснисевич. Ямал-1.